Чудеса Удивительный декабрь месяц. Он наполнен замечательными и чудесными праздниками, православными праздниками. И 7 декабря — один из самых любимых дней всех женщин, потому что именно 7 декабря — День Святой Великой Мученицы Екатерины. Именно об этой Святой мы поговорим сегодня с протереем Валерием Голубом. Отец Валерий, будьте добры, Святая Великой Мученицы Екатерина, ее очень любят все женщины, русские, украинские, все православные женщины любят Святую Великой Мученицу Екатерину. Именно у нее просят, чтобы все было хорошо. И насколько их молитвы исполняются, как Вы думаете? Святая Великая Мученица Екатерина явилась избранным судом Божьим, невестой Христовой, как ее называет церковь, потому что она была обручена Господу. Будучи девушкой 18 лет, она имела возможность стать императрицей, потому что император предлагал ей замужество, предлагал ей великую шану и почести, богатство и звание. Но она избрала себе мужа Христа, потому что с детства, знав много культур, выучив много писаний и будучи очень образованной девушкой, она все же старалась найти себе жениха по достоянию, чтобы был и богат, и знатен, и умен, и красив теми добродетелями, которыми она была одарена и вознаграждена Богом. И поэтому многие юноши приходили, просили ей руки и через родителей старались всячески спросить, чтобы она вышла за них замуж. Но она всегда говорила, что я только хочу иметь мужа достойного и равного себе. И вот мать, тайная христианка, поскольку в то время было гонение на христиан, она родилась в IV веке в Александрии, где царствовал в Риме на то время гонитель христиан Максимин, и который всячески истреблял, кто называл себя именем христианским и верил в распятого Господа. И поэтому мать, я будучи тайной христианкой, она привела свою дочь к старцу, своему духовнику, сирийскому монаху, и спросила, чтобы тот наставил ее и дал ей благословение, как ей дальше жить и как поступать. И вот старец, выслушав требования святой Екатерины, девицы, он сказал, «Я знаю такого, кто будет и кто сегодня есть превыше тебя, кто достойнее тебя, и ты станешь невестой его». И вот святая Екатерина, услыхав об этом, что есть такой юноша, которому она может посвятить себя, она спросила, как я могу увидеть этого человека. И вот старец дает ей благословение, иконочку Божьей Матери, где на руках младенец Христос. И он дает ей повеление идти запереться в комнату свою и усердно молиться и просить Царицу Небесную, дабы она сподобила показать ей образ и лице Спасителя. И вот, придя домой, Екатерина затворилась в своей комнате, долго-долго молилась и просила Царицу Небесную помощи и видение жениха. И вот, когда она уснула, она увидела Царицу Небесную, которая на руках держала младенца Христа. Но младенец отвратил свое лице от Екатерины. Он сказал, что она есть нечистая, она безобразна, потому что она не прошла духовного возрождения, не прошла таинства крещения. И вот, проснувшись, Екатерина опять приходит к старцу и спрашивает, что мне делать? Потому что младенец отвернулся от меня и не показал своего образа и лика. И вот старец говорит ей, научив я веры христианской, научив я познаниям благочестия, он крестил ее и сказал, иди и проси, Царица Небесная, дабы она исходательствовала образ и лик Спасителя, дабы ты увидела своего жениха. И вот, когда опять пребывая в молитве, явилась ей Царица Небесная с младенцем Христом, и Господь уже не отвращал от нее лика своего, а наоборот, благословляя и я, подарил ей перстень, как свидетельство обручения, и что она была избрана невестою Христовою. И так, проснувшись, Екатерина на своей руке увидела перстень, который был ей дан от Господа. В это время царь Максимян приехал в Александрию для того, чтобы делать великий пир, приносить жертвы идолам и своим языческим богам. И вот собрав, дав повеление всем подданным приходить, приносить в жертвы все, кто что может. И люди шли целыми родами, и шли целыми семьями, приводили и скот, приносили все, что можно было принести в жертву. И в это время вся Александрия пребывала в дыму языческого жертвоприношения. И вот святая Екатерина не могла выдержать такого поругания, и от этого смрада она изумилась. И, придя при всех, обличила царя в нечести, назвав себя христианкой. Царь, войдя с ней в прение, сказал, видя, что не может победить девицу, он говорит, оставь меня для того, чтобы мы закончили жертвоприношение, а позже я позову тебя. И вот, когда закончилось то жертвоприношение, прошло время, и он вспомнил о красоте Екатерины, и вспомнил о тех словах мудрых, которые она говорила ему. И вот он призвал ее для того, чтобы испытать ее, для того, чтобы упрестить ее, чтобы и она принесла, подобно, как и все приносили на то время, жертву идолам. Но вот святая Екатерина была непреклонна, и она всячески побеждала царя своим красноречием, и своей мудростью, и своей красотою. Царь, видя, что ничто не может сделать с нею, сказал, что он призовет всех мудрецов того времени, который есть в его империи, для того, чтобы они стязались с нею и довели ей ее неправоту и абсурдность ее веры в Господа Иисуса Христа, распятого на кресте. И вот так и совершилось. Пятьдесят мудрецов были созваны для того, чтобы встать в прение из Екатерины. И вот жизнеописатель «Я жития», святитель Дмитрий Ростовский, показывает те диалоги мудрые, которыми святая Екатерина обличала неправильность тех жрецов и тех мудрых людей на то время, которые приносили жертвы идолам, о том, что идолы есть, не есть Боги, о том, что это есть идолопоклонство, ложное поклонение Богу, и поэтому все должны поклоняться единому Богу Иисусу Христу. И вот мудрецы также, видя мудрость Екатерины, не устояли и также и спросили благословения и молитвы святой Екатерины. И она благословив их, все они приняли мученчество и стали христианами. Царь, видя то, что они также объявили себя христианами, дал повеление их, сжищи в огне. Был растоплен огонь, и все они были брошены в огонь. Потом христиане, мы знаем по преданию, пришли забрать останки их и увидели, что их тела были невредимы. Огонь не коснулся их и даже их волос. И их тела были погребены. Позже, святой тогда царь, за то, что она обличила цих мудрых людей, за то, что она их навернула в вере христианской, он дал Екатерину на мучения и терзания. Она была в ее обилии, воловыми жилами, и так, что изорудовали ее красивое девственное тело, и кровь обогрела ее одежды, и вместе с этим святая Екатерина бездыханно была брошена в темницу. В это время императрица Августа, жена императора, видела видение красивой девицы, и она услыхала о том, что Екатерина была мудрою и была мужественной христианкой, и хотела ее лицезреть. И поэтому она пришла к родоначальнику Порфирию и просила, чтобы тот помог ей прийти в темницу и увидеть Екатерину. Воспользовавшись временем, когда царь был в отъезде, Порфирий взял с собой двести воинов и пришли в темницу для того, чтобы там посетить страдающую Екатерину. Екатерина, увидев их, увидев царицу, также благословила их, наставила их в вере Христовой, благословила их и благословила их также на мученский подвиг. И царица вместе с Порфирием и двести воинов явились христианами и также были осуждены царем на усечение мечем. И все их имена записаны в книге жизни и церковь и церковь их проставляет в лике святых. Господь не оставил Екатерину в темнице. Каждый день голубица прилетала в темницу и приносила пищу для Екатерины. И когда царь увидел ее, он увидел, что Екатерина пребывала в добром здравии, в силе духа и силе тела. Он удивился и спрашивал, кто приносил ей еду. Но он не понимал, что Господь заботится всегда и печется о тех, кто достойно с верою прибегает и молитве к Богу. И вот таким образом Екатерина явилась опять пред царем и за то, что она не хотела приносить жертву Богу, царь дал повеление усекнуть ее мечем. И также святая Екатерина, вознося молитвы Богу, приложила сама голову на плаху и была усечена. Мощи ее, гостанки, были принесены ангелами по преданию на гору Синайскую, где позже, через три века, синайские монахи обрели святые мощи и они сегодня почивают в монастыре святой великой мученице Екатерины у подножия горы Синай, где люди имеют возможность прикоснуться к ее мощам, потому что осталась ее святая глава и десница с перстнем. И каждый паломник, который посещает это святое место, поклоняется святой великой мученице Екатерине, получает от монаха благословение перстень, как знак посещения монастыря и поклонения святой великой мученице Екатерине. Также в нашем граде есть храм посвященный честь святой великой мученице Екатерины. И все мы приходим туда, потому что также и милости Божьей по благословению владыки и по трудам настоятеля цели в этом храме также есть частичка мощей святой великой мученице Екатерины, где каждую великую службу, на каждый великий праздник, они износятся на поклонение всем, кто приходит в храм святой великой мученице Екатерины. Сегодня также хочу поздравить всех именинниц, кто несет имя святой великой мученице Екатерины и всем желаю той духовной радости, молитвенного подвига, предстательства святой великой мученице Екатерины, дабы она своим молитвами и своим ходатайством и спрашивала всем здравия, мира и спасения. Редактор субтитров А.Семкин